При всем ищем. И да, как ты уже понял, мы будем сегодня играть в Baldur's Gate 3. И сразу хочется сказать, что у нас будет довольно долгое начало. Ну, там, создание персонажа и всё в этом духе. Поэтому смело перематывай на 15-ую минуту, если тебе нужен сам геймплей. Что ж, а мы тем временем посмотрим, что мы поставили в плане параметров. Ну, например, вот видео. И, кстати, да, приятно, что они тут сделали примеры и описание каждому параметру. Даже такой профан, как я, понимает, что он там меняет, ставит. И да, это, конечно же, приятно. Я тут кое-как поднастроил, и вы можете видеть перед собой, что я поставил, убрал. И, в общем, на каких настройках мы будем смотреть на игру. Что ж, давай тогда начнём нашу кампанию и посмотрим, что нас будет ждать. Что ж, давай тогда начнём нашу кампанию и посмотрим, что нас будет ждать. ИНТРИГУДУК Tú путешествий Сибири. А-а-а! Что ж, ну и вот наше создание персонажа. Раса, внешность, класс, навыки, умения. Так, а что у нас по расам? Эльф, тифлинг, дроу, человек, гитиянки, чем бы это ни было. Я такое, если честно, не помню в этой вселенной. Ну ладно. Дварфы, полуэльфы и полурослики. Что ж, ну как по мне, тифлинги это, пожалуй, самая сексуальная здесь женская раса. Ну, ладно, давай тогда выберем все-таки себе мужского персонажа, и, пожалуй, у нас он будет... Так, наверное, человеком. Что ж, давай посмотрим, что тут с редактором персонажа, точнее, внешности. Так, странно. Это женский голос. Понятно. Ну, в плане голосов, конечно, не столь богатый выбор. Ну, давай, пожалуй, выставим вот так вот, и в качестве лица, наверное, поставим вот такой вот. Так, что у нас тут? Глаза у нас будут такие вот. Борода, борода, борода. Хм. Ну, пускай вот такая вот. И в качестве прически... Давай, наверное, с конца начнем. Лысина. Прическа номер 35. Слушай, а их довольно много. Это по-своему похвально. Так, ну... В общем-то... Давай, наверное, что-то вот в этом духе. Так, и цвет волос у нас, пожалуй, будет какой-то такой. Так, без татуировок. Что-то еще можно изменить. Стиль раскраски лица. Раскраска лица 1. А, ну вот, мы можем его подвести глаза и в целом сделать из него такого средневекового гота. Но, нет, давай все-таки не будем этого делать. Так, жрец, воин, следопыт, плут, колдун и волшебник. У каждого из которых своя начальная броня. И, кстати, я должен сказать, что действительно, смотри, сколько деталей. Наручи какие, пояса. Тут какие-то у него непонятные пизделушки всякие висят. И выглядит все это, конечно, очень даже неплохо. Вот, смотри, шнурочек какой. Ну, да, мне нравится. Видно, что деталям они уделили какое-то внимание. И это, конечно же, похвально. Следопыт. Охотник за головами, хранитель вуали, разрушитель чар, следопыт и рыцарь, истребитель еретиков. Но мы, наверное, выберем жреца, потому что я никогда не играл в этой вселенной за жрецов. Домен жизни, домен обмана и домен света. Давай выберем домен обмана. Божество у нас будет... Если честно, я в этом плане не понимаю ничего. Помню, что когда-то я играл то ли за Малара, то ли за какого-то божества, у которого рука изображена на иконке. Якобы он покровительствует оборотням и всяким лесным существам. Так. Марадин. Божество дварфов. Но это нам не подходит. Знаменитый бог убийства, возродившийся после того, как его потомки были подло умерщвлены. Давай выберем Баала. Вроде бы неплохо. Фокусы... Мы тоже можем менять, судя по всему, да? Свет. Устойчивость. Священное пламя. Тавматургия. И наставление. Слушай, а может быть мы быстро посмотрим волшебника, что у него вообще есть? Так. Ледяное прикосновение. Оберег от оружия. Всплеск кислоты. Ледяной луч. Шоковое прикосновение. Верный удар. Дружба. То есть действительно повышает дипломатию? Зачаровать невраждебное существо. Чтобы получить преимущество при проверках харизмы против него. Брызги яда. Малая иллюзия. Ну, звучит как что-то интересное. Луч болезни. Тут какая-то молния. Видимо, в эскиз заряд. Ну, да. То есть урон молниями. Призыв фамильяра. Вау! Фамильяр! Вот это вот классно. Пожалуй, у следопыта вроде бы не было возможности призывать кого-то. Очки здоровья. Ну, да. Слушай, я не вижу у него возможности тут кого-то призвать. То есть, по крайней мере, тут про это не написано никак. Может быть, в дальнейшем у него будет в навыках возможность себе выбрать какого-то спутника. Но сейчас этого нет. Так что давай, наверное, выберем все-таки жреца, как мы и планировали. В качестве божества мы выбрали Баала. В качестве фокуса мы, наверное, поставим себе наставление, устойчивость, священное пламя. Наверное, священное пламя уберем. И оставим себе Тавматургия. Чем бы это ни было. Сотворить знак сверхъестественной силы, который дает преимущество при проверках запугивания и исполнения. Так, а запугивание это, наверное, сила. Хотя, кто его знает. Бэйн. Приказ остановиться. Создание воды. Направляющий луч. Исцеляющее слово. Давай, наверное, уберем луч. И сделаем себе... Так, щитвера у нас есть. Нанесение ран, наверное, не будем делать. Сделаем себе исцеляющее слово. И, наверное... Так, что у нас тут есть? Давай, может быть, себе поставим нанесение ран. Звучит как что-то неплохое. Хотя, ладно, там еще будет видно у нас, что и как. Так, и, в общем, нам тут все показывают. Так, внешность мы уже себе настроили. Навык. Так, история, проницательность, медицина, убеждение. Ну, у нас тут мудрость повышенная. Поэтому нам нужна медицина, проницательность. История, если честно, мне не нравится, я бы взял убеждение. Вот. И религия также у нас есть. Так что, в целом, да. Мне это нравится. Что же касается... Что у нас тут еще есть? Класс. Это мы настроили. Навыки. Умения. А давай, наверное, повысим себе немножко ловкость. Потому что от ловкости у нас будет зависеть наша инициатива. Вот. И, как по мне, повышенная инициатива это очень даже неплохо. Так, выносливость. Интеллект. Ну, может быть, конечно, стоило бы убрать от интеллекта. И добавить к навыку... Сейчас у нас что тут есть. К навыку силы, может быть. Атлетика. Акробатика. Мудрость отвечает за дрессировку, проницательность, медицину, внимание и выживание. А, может быть, харизму нам поднять немножко? Хотя я не совсем понимаю, как нам ее поднять. Сейчас. Может быть, вот так вот у нас получится. Так, ну... Это все, что мы можем сделать. Так, смело в бой? Или... И у нас все сбилось. О ком вы хотите видеть сны? Кто вас привлекает? Выбрать расу. Так, тифлинг, дроу, гитьянки. Дварф. Наверное, давай выберем тифлинга. Почему бы нет? Ой, выбрать подрасу. Ну... Тифлинг, осмодея... Мефистофель. Слушай, мне и вот Мефистофель нравится. Что это за голос? Да, неплохо. Так, ну... Вот такая вот внешность очень даже неплоха. Давай вот такое лицо... А, это рога. Так, ну, рожки мне нравятся, наверное, вот такие вот. А лицо... Наверное, все-таки к этому ближе у меня. Так, нет, такая кожа ей не идет. Ох ты, посмотри на эту красавицу. Ну и, по сути, да, это все. Смело в бой. Что ж, отправимся. На приключения. Смотри, кстати, что у нее с коленями. Ёлки-палки. Какие они криповые. Какой-то у нее целлюлит какой-то на ногах. Ну да ладно. Кinky-палки. А-а-а-а-а-а-а-а. Ти-палки. Ну да ладно. А-а-а-а-а... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...